Урбан. Программа о городских проектах. Секретарь общественной палаты Кировской области, который был здесь в этой студии в понедельник. И вот что он сказал по поводу одной из причин происходящего сейчас на ремонтируемом участке. Там, честно говоря, изначально, и это все согласны нашей члены рабочей группы, допущена была ошибка в тех заданиях. Я думаю, что это некомпетентность ряда товарищей, которые за это отвечают. Она не только в том, что не знают дорог наших, а оказывается не знают даже технологии. Когда все это вскрылось, получается, что первый слой асфальта кладется не так, как надо было его класть. Понятно, это уже не исправишь. То есть как? Исправить-то можно, конечно, было. Можно все сейчас остановить. По новой торги. Это опять месяцы. Все, там зима. Все, поезд ушел. Достан Саныч. Тут надо выяснить, все-таки не первый слой асфальта, а вот то, о чем мы говорили, да, Шамиля? Да, совершенно верно. Чёрный щебень. Слой чёрного щебня, видимо, равнующее слово. Мы хотим сейчас связаться с Андреем Юрьевичем Менькиным, руководителем дирекции дорожного хозяйства города Кирова, которого попросим, в общем, ответить на этот пассаж насчёт некомпетентности и спросить у него, а он как оценивает сейчас действительно ход работы. Надо напомнить, что вы сказали, что Андрей Юрьевич говорил, что всё будет хорошо. Всё построим, всё будет хорошо, всё будет, дай бог, в сроке. И он за это отвечает, в общем, да? Мы сейчас набираем пока его. Я думаю, что это в инструкции должностной написано, больше ничего. Говорит, всё будет хорошо. А он хотел бы вас заразил этой мантрой-то, не знаю. Всё будет хорошо. У нас иммунитет. На заразу у нас иммунитет. Нет, ну мы же не русское радио, как всё хорошо-то? Подождите, подождите. Вот давайте дадим человеку высказаться. Не только мы, кстати, можем задавать вопросы, но и вы, уважаемые члены рабочей группы, да. Андрей Юрьевич Менькин, руководитель дирекции дорожного хозяйства города Кирова. У нас в эфире Андрей Юрьевич, добрый день. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, вот только что Андрей Юрьевич в эфире. Прозвучал комментарий Александра Галецких, секретаря общественной палаты Кировской области. Говорит он следующее, что изначально одной из проблем являлась некомпетентность ответственных сотрудников, прежде всего в составлении документации по дорогам. Ну и, в общем, он так, я бы сказала, заклеймил. По дороге Киров-Русская. По дороге Киров-Русская. В общем, так заклеймил. Что вы можете на это сказать? Ну, конечно, были запущены какие-то недочеты. Ой, Андрей Юрьевич, очень плохо слышно. Как-то в телефон или, может быть, переместитесь? Да, поближе немножко к себе. Еще раз давайте попробуем. Так лучше? Да, отлично. Ну, что я могу сказать. Конечно, там были какие-то недочеты, скорее всего, что. Холодность. Я говорю, что просто, может быть, необъективно подошли к тому, что было зимой, это все составлялось. Ну, сейчас вот пытаемся исправлять эти недочеты. А что именно пытаетесь? Какие дополнения еще вносятся? Ну, соответственно, пытаемся отрегулировать то, что вот эти, как бы, с подрядчиком договорились, чтобы, соответственно, эти ямы, которые были не учтены, их заделывали уже подрядчик за свой счет. Еще какие-то там замечания тоже как-то договорились. Андрей Юрьевич, давайте напомним, значит, когда составлялась документация на дорогу Киров-Русская? И кем? Ну, это составлялось предыдущим руководством, да, скажем так. В какие сроки это было? В 16-м году, в 15-м году? Это было в 16-м году, я так понимаю, это было как раз где-то в ноябре-декабре месяце. В ноябре-декабре месяце составлялась документация. Окей, дирекция дорожного хозяйства составлялась. Дальше те люди, которые ее составляли, они работают до сих пор? Ну, работают, у нас просто пока нет альтернативы, чтобы сразу же... Они с вами работают. Они с вами работают. И сейчас вы в такой процессе режима ручного управления, вместе с этими людьми, пытаетесь по факту договариваться с подрядчиками, исходя из тех денег, которые у вас есть. Да, 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 конечно, больше нам никто не выделяет денег, соответственно, в этих рамках пытаемся как-то все сделать. Но, соответственно, не нарушая никакие нормативы, ГОСТы и так далее, чтобы у нас не было каких-то нарушений в технологии и так далее. Какие сложности возникают в процессе переговоров с подрядчиком? Ну, какие сложности? То, что подрядчик за счет своей прибыли, можно сказать, делает эту дорогу. А почему они соглашаются? Ну, соглашаются, потому что, наверное, хотят в дальнейшем тоже поучаствовать еще, да, соответственно, чтобы и контракт не нарушить. Сейчас же они, если с ними разорвать контракт, то они понесут тоже какие-то штрафные санкции и так далее. Потому что, ну, сложно это все. А уточните, пожалуйста, Андрей Юрьевич, уточните, пожалуйста, вот подрядчик московской компании, а на субподряде кто конкретно на земле работает? Именно по Кирово-Русскому они сами работают. Они сами работают. И у нас тут, смотрите, у нас тут очень звонил слушатель и много таких нареканий, что вот где, смотрите, проспект строители как прекрасно сделали, и Васильев это тоже там, да, отметил. А вот Киров русская иногородцы пришли, что-то делать не то. Да почему не то? Ну, в принципе, мы просто смотрим за ними, да, если были какие-то замечания или нарушения, соответственно, они все устраняют. Но это, я думаю, что рабочий процесс такой идет. Для этого мы и существуем, чтобы все контролировать. Да, еще, Андрей Юрьевич, я знаю, что очень плотно работаете с группой общественников, которые следят за ремонтом дорог. Они вам мешают или помогают? Помогают, конечно. Вот они здесь сейчас... Я считаю, что все люди помогают, потому что я один не могу охватить весь город. Я смотрю, буквально сегодня там на сайте у меня фотографии приходят и свои предложения, замечания какие-то, и мы на это все реагируем очень так объективно. Андрей Юрьевич, скажите, пожалуйста, еще вот те договоренности, которые сейчас в процессе работы с подрядчиком достигаются, да, они документируются или это на словах какие-то договоренности? Конечно, документируются, вставляют акты и так далее, все актируются каким-то образом. Да, у нас здесь вот как раз общественники, которых вы хвалите и говорите, что они все-таки вам помогают, находятся в студии. Это Виталий Ибрам, Багир Шарифов и Шамиль Бузиков. Вы знакомы, конечно. У них есть вопрос прямо сейчас? Да, Багир Багирович, пожалуйста. Здравствуйте. Доброй дороги, я бы даже сказал. Спасибо за лестные слова. Хотел уточнить, как вы оцениваете, я понимаю, что это предыдущий, так сказать, видимо состав составлял дефектные ведомости, вы сказали, что не все правильно. Как вы оцениваете? Нет, состав тот же, они сейчас работают, эти люди, которые составляли дефектные ведомости. Значит, вот не все более-менее правильно сделано, то есть не исполняют свои должностные инструкции или почему? Вот можно ли назвать это халатностью или это просто, мягко говоря? Некомпетентность, как сказал Сан Санч Галицких. Ну, может быть, не объективно, скорее всего, я бы так это назвал. Они подошли к тому, что нужно было, может быть, наоборот, перероложиться лучше больше, а потом сделать экономию. Да, они решили, подход был такой, что вот, кажется, что все хорошо, а на самом деле оказалось все плохо. Вот так вот, наверное, скорее всего, что как-то они не объективно подошли и, может быть, да. Вот работники РДХ, некоторые из них, все-таки ссылаются на Минтранс, говорят о том, что основная проблема все-таки не у нас, а вот там дальше, согласны ли с этим? Региональное министерство транспорта мы имеем в виду. Ну, понимаете, руководители высшие всегда хотят, может быть, сделать больше, да. Но тут надо было тоже объективно подойти и как-то обосновать данную ситуацию и сказать, что мы не можем же мы, допустим, сказать, что это хлеб с маслом, а на самом деле это просто хлеб, да, наверное, так вот. Ну, сейчас просто пока вы говорили, Андрей Юрьевич, Шамиль Бузиков все кивал головой, что диверно говорит Минькин, что да, надо было перестраховаться, заложить больше, согласен, да, Шамиль? Конечно, это однозначно и вот приятно, что Андрей Юрьевич это тоже понимает о том, что нужно сделать меньшее количество, но более качественное. А ты тоже хвалишь будущего начальника, да? Почему будущего начальника? Я просто говорю о том, что это правильно. Вопросы Андрею Минькину есть у вас еще, господа? Виталий Викторович, у вас есть? Андрей Юрьевич, день добрый, Виталий. Да, да, здравствуйте. Смотрите, ну, то есть, что услышано, то есть, меня-то просто корежит тот факт, что на кого-то миллиард девяносто и дорога города, которым, ну, мы-то живем всю жизнь и хотим дальше прожить. Долгие-долгие годы счастливой жизни, по хорошим дорогам ездим. Ну, коребит тот факт, что миллиард на кону. Как таково, о чем мы говорили в прошлом году, о реформе дорожной отрасли, управления и все прочее. То есть, эти люди, если не работают, если допустили такие ошибки, они продолжают работать в директорном хозяйстве. Я считаю, что нужно, может, объединить конкурс вообще. Может быть, есть люди в Кирове, кто готов поработать на благо города. Ну, если продолжают работать, может быть, стоит оценить их работу, то есть, и компетентные органы пусть оценят. То есть, если происходит в результате деятельности компетентных специалистов, учтем, это такие ошибки и прогалы, в результате чего возникают проблемы у подрядчиков, у заказчиков, у жителей. Может быть, там неправильно выбраны методы ремонта и прочие вещи. Что можно делать с этими людьми? Может, их уволить сразу же, да и все, к чертой матери. Нет, ну, надо, чтобы тогда найти еще альтернативу, соответственно, просто уволить всех и остаться мне одному. Но я тоже один же, мне нужна команда. Я один в поле воин, если он по-русски скроет. Андрей Викторович. Я так думаю, может быть, стоит начать работу в этом направлении. Кадры? Да, там кадровое реагирование методы включать, то есть, стоит, может быть. Ну, если объективно, если... Я над этим вопросом уже думаю и тоже прорабатываю эти моменты. В принципе, если будут предложения, да, и тем более инициативных людей, всегда это очень приветствую. Тем более, что мы уже как-то предварительно даже с вами разговаривали, что вы говорили, что есть там кандидатура. У меня последний вопрос. Андрей, скажите, пожалуйста, как вы могли бы оценить свою компетенцию в этой отрасли? Ну, баллы по 10 баллов. Имеется. О себе сказать просто. Ну, ваша компетенция в этом вопросе. Как руководитель, как хозяйственник, всегда о себе, я думаю, что оцениваю на 10 баллов, потому что, ну, как по-другому себя должен руководитель? С точки зрения управления? Такая провокация была сейчас со стороны Багира Шарифова. Андрей Юрьевич, смотрите, мы сейчас говорим конкретно о дороге Киров-Русская. Вы видите, насколько серьезные проблемы сейчас существуют в ремонте этой дороги? И тоже попрошу вас оценить эти проблемы по шкале от 1 до 10. Ну, я думаю, что сейчас мы эту ситуацию выравниваем. Я только что буквально 15 минут назад оттуда уехал, с этой автомобильной дороги, да. И сейчас я вижу, что они два комплекса поставили. Сейчас они, я думаю, что все наладят. Просто, единственное, сейчас какие-то перебои с материалами небольшие, я так понимаю, у них есть. Но они сейчас тоже этот вопрос регулируют. Мне пообещали, что в ближайшие дни у них все выравняется. И поэтому, ну, я думаю, что... Если по 5 балльной, то, наверное, 4, ну, там, 4 или там, 4 с минусом пока, да, но сейчас... Это вы им даете такие, там, авансы, я смотрю. А если по 10, то, наверное, 7-8 день, так вот. У меня постой... Это же, я считаю, что начинается... Сейчас посмотрим, как оно пойдет. Мне они сейчас... Они пообещали два комплекса поставить. Они поставили два комплекса. Андрей Юрьевич... Сейчас они говорят, да. Скажите, пожалуйста, последний вопрос. Будет ли взаимодействие с ГИБДД, чтобы они регулировали движение, чтобы все-таки машины не стояли долго в пробке и нормально проезжали? Ну, с ГИБДД мы разговаривали, но я не знаю. Видите, у нас сейчас мы сами поставили... Ну, не мы сами, а подрядчик наш поставил, да. Сам людей вот здесь сегодня подъезжал. Смотрю, они стоят все-таки с рациями, они регулируют. И более... Я, кстати, вот сейчас отъехал. Я нормально доехал, минут, наверное, сколько? Ну, 5 минут от силы я постоял в пробке, может быть. Да, большая просьба посадить за этим, потому что тот пример, который нам привел наш коллега Владимир Маматов, когда он вез беременную жену из Костина в перинатальный центр. Она сама, по-моему, ехала. Она, да, или она ехала. Это, конечно, безобразие. Это большая прям вот просьба такая. Спасибо большое за комментарий. Вот здесь, знаете, что мы можем помогать, если вдруг что-то какие-то такие форс-мажорные социалисты звонят мне, я позвоню туда, чтобы открыли на какой-то там, на 15 минут, может быть, длиннее. А куда вам звонить? А куда вам звонить? Да мне, мне на мобильник. А какой у вас мобильник? То есть сначала мне позвонить, получается, или Сметанину, а потом уже вам, или в рабочую группу? Надо что-то с этим придумать, горячую линию открыть по таким вопросам. У нас же есть единая диспетчерская служба. Мы завершаем. У нас сейчас должен быть перерыв. Большое спасибо. Андрей Менькин, руководитель дирекции дорожного хозяйства. Кирова с нами был на связи. Доброй дороги. Сейчас одну минуту перерыва и продолжим. Урбан. Программа о городских проектах. Реон дороги на Русское обсуждаем сегодня в программе Урбан с Виталием Брамом, Багиром Шарифовым и Шамилем Бузиком. Здесь в студии Владимира Сметанина и Светлана Занько. Только что пообщались с Андреем Менькиным, руководителем дирекции дорожного хозяйства. И мы еще в региональное министерство сейчас собираемся дозвониться. Уже дозвонились. Да, дозвонились мы до заместителя министра транспорта Кировской области, начальника отдела дорожного хозяйства. Это Юрий Алексеевич Шевелев. Юрий, добрый день. Добрый день. Да. Ну, у нас, пожалуй, наверное, самый основной вопрос это по согласованию вот того техзадания на дорогу Киров-Русское. Ведь этим непосредственно занимается наш региональный министерство транспорта. Все верно? Вообще-то это функция заказчика, если конкретизировать. То есть министерство транспорта несколько иные полномочия. Мы в данной ситуации, если позволите, минутку. Да. Да, слушаем. Да, мы являемся главным распорядителем бюджетных средств. Мы, соответственно, инициировали подписание соглашения с Федеральным дорожным агентством на финансирование мероприятия, подписание соглашения с муниципалитетами на предоставление трансфертов. Вот мы осуществляем мониторинг для Министерства транспорта РФ. Ежедневный мониторинг сами проводим в отношении муниципальных образований по исполнению вот этого мероприятия. Если вкратце позицию министерства я могу и рассказать. В общем-то, но то, что касается конкретных технических решений по объектам, это функционал все же заказчика. Вот в этой ситуации, когда все пеняют на то, что техническая документация была составлена неверно и сейчас в ручном режиме, просто устно договариваясь и подписывая какие-то бумаги, она исправляется. Считаете ли вы ее критической и будет ли министерство все-таки вмешиваться в эту историю? Значит, критического ничего нет. Надо понимать, что программа разрабатывалась... У нас начало было в октябре месяце 2016 года. И мероприятия, вот те, которых мы сегодня реализуем, городом Кировом, они формировались в ноябре месяце, когда уже сформировался устойчивый снежный покров. То есть предусмотреть вот все с точностью вот именно в ноябре 2016 года, я считаю, что это было в принципе невозможно. Это первое. Второе. Значит, за зимний период и за летений период, когда проходил летений паводок, значит, ситуация на дорогах, она изменялась. И, к сожалению, она изменялась не в лучшую сторону. То есть это все понимают, по крайней мере, в дорожном сообществе. Но на самом деле ничего страшного мы не видим в том, что оказались не точными просчитанные определенные объемы работы. А была ли возможность как-то заложить более обширно, да, с каким-то запасом все-таки? Ну, запас, знаете, есть дефектные ведомости, которые были, ну, сначала составляют дефектные ведомости, в ней определяется объемка, и под эту объемку уже составляется смета. Подождите, а дефектные ведомости, дефектные ведомости, они есть? Столько и в смете. Там запасов каких-то предусматривать нельзя. Более того, документация проходит экспертизу, в том числе достоверность и сметная стоимость. Вот, то есть это, ну, все понимают. Да, Юрий Алексеевич, вот как министерство оценивает сейчас, в принципе, ремонт дорог в городе Кирове? Мы все-таки интересуемся не в целом по региону, а в городе Кирове. И если вы можете оценить, я знаю, что вы не были на рейде в субботу, но, может быть, ездили по этой дороге на русское, еще и дорогу на русское. Ну, к сожалению, я не видел. Мы очень вовлечены тут в процесс, там, непосредственно на рабочих местах. У нас тоже происходит активное там взаимодействие с министерством транспорта. Есть система, созданная специально под ПКД, создана система электронного документа оборота, называется она, эталон. То есть мы в режиме онлайн, там, буквально все, как бы, задачи выполняем, ну... В кабинете? В штампе минутам. В кабинете? Нет, естественно, мы мониторим эту ситуацию совместно с органами местного самоуправления. Вот, но я все же хотел бы сказать следующее. То, что, как мы оцениваем вообще ход работы. Да. Вот, на сегодняшний день все же Кирово-Чапецк и город Слободской, 10 объектов они выполнили и уже приняли. То есть это... Ну, у них, правда, объемы, конечно же, существенно меньше, чем в городе Кирове. Вот, 10 объектов у них выполнено в полном объеме. Вот. По городу Кирову на сегодняшний день 16 объектов выполнены в полном объеме и приняты. На 20 объектах ведутся работы на сегодняшний день. Вот, остается у нас всего 66 объектов в логаломерации. Остается, ну, скажем так, 20 объектов, на которые еще подрядчик не заходил. Но это не значит, что это негативный момент и мы должны с этим как-то бороться. Дело в том, что контракты заключены и графики выполнения работ, они смещены, поскольку не может подрядчик там одновременно вести на 5 или 10 объектах работы одновременно. Соответственно, те объекты, которых еще подрядчик не заходил, они по графикам должны начинаться в июле месяце. Наша задача главная – выполнить работы все по агломерации 15 октября и до 1 ноября, все работы принять и оплатить. Кроме того, у нас 9 объектов сформированы вновь за счет экономии, которая возникла в результате аукционов. Эти объекты находятся в закупке на сегодняшний день. Вот, они тоже, как бы, задача по ним та же самая. То есть, работы закончить до 15 октября. Можно перечислить эти 9 объектов? Вы можете сейчас их перечислить, 9 объектов? 9 объектов. К сожалению, у меня перед глазами их нет, но по городу Кирову 6 объектов. По объекту в Слободском, в Кирово-Тибетске и один объект по оригинальной сети дорог. Мы бы всех спрашиваем попросту, я лично спрашиваю. Можете по 10-бальной системе оценить сейчас ход ремонта дорог? Ну, вот, смотрите, есть объекты, которые в силу погодных условий есть определенные задержки. Нет, нет, не надо, нет, пожалуйста, просто нет времени сейчас, как бы... Ну, я бы оценил так, скажем, на 9 с плюсом, если говорить в целом по 10-бальной шкале. Ведь, смотрите, в рамках... На 9 с плюсом достаточно, Юрий, достаточно. А конкретно дорогу на Русское? Дорога на Русское, ну, там есть отставание. А, кстати, отставания там нет, там у нас ведь работы должны быть закончены в октябре месяце, если мне память не изменяет по графику производства работы. В принципе, я бы, ну, балов 8 поставил, учитывая те вопросы, которые там возникают, все равно, но, тем не менее, там подрядчик зашел, как бы работы выполняются, то есть ничто не предвещает того, что объект не будет выполнен и не будет сдан. Мы поняли, спасибо за комментарий. У нас здесь в студии есть общественники, вы наверняка с ними знакомы. Это Виталий Брамб, Агир Шарифов и Шамиль Бузиков, члены рабочей группы по контролю за ремонтом дорог. У них тоже большое желание задать вопрос, пожалуйста, Шамиль. Ну вот у меня вопрос такого технической стороны, назовем это так. Вот согласно документу ОДН, правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог, то есть его основные положения, на основании которых вы работаете, заказчик вам на согласование должен был быть представлен материалы диагностики соответствующих конструктивных элементов дефектных ведомостей. Вопрос другой. Вам предоставляются только лишь дефектные ведомости, но без материалов диагностики. Тогда как, на каком стадии происходит согласование? Я уже говорил о том, что программа разрабатывалась с чистого листа в октябре месяце, и мы должны были до 1 декабря ее в готовом виде сдать. И для того, чтобы сформировать программу, необходимо было представить материалы диагностики. Но все понимали, это не только проблема Кировской области, но и других агломераций в том числе. Значит, материалы диагностики мы составляли по всем объектам города Кирова, Слободского и Кирова Чепетка, используя экспертный метод. Не инструментальный, а экспертный метод. То есть тот, который... Ну, он аналитический метод, и в принципе он имеет право на жизнь. Он универсальный, то есть его можно и здесь, и там использовать, и так далее. Это осмотр. Осмотр? Визуальный осмотр. Но другой возможности не было, как нам поясняет Юрий Шевелев. Есть еще вопрос у Багира Шарихова. Добрый день. Ну, хотелось бы отметить, что с точки зрения закона, это его нарушение, отсутствие диагностической карты. И вопрос по существу. Вят Автодор очень беспокоит Гирсова, гирсовский комплекс, и ситуация по нему. В прошлом году туда направлено было, по-моему, 50 миллионов. И я за несколько последних лет вижу, что его просто, так сказать, разоряют. Я сейчас вынуждена... А у нас в БКД это имеет какое-то отношение? Я вынуждена прервать сейчас этот разговор, потому что это не в тему нашей сегодняшней программы. И я очень благодарю... Ну, сегодня дорога на русское. Все, Багир Багирович, в следующий раз поговорим о Гирсово. Юрий Шевелев был с нами на связи, заместитель министра транспорта Кировской области. Юрий Алексеевич, я вас благодарю, что вы просто так вот быстро вышли с нами в эфир. Буквально там, что называется, с первого звонка. Спасибо большое. Подожди, то, что мы сейчас услышали, мы торопились до 1 декабря. Это вот как раз для того, чтобы попасть в эту программу, да, «Безопасные и качественные дороги». Речь об этом идет. Совершенно верно. Сейчас прервемся на 2 минуты на рекламу, продолжим. Урбан. Программа о городских проектах. Ну, мы уже входим в завершающую финальную стадию. К сожалению, не ремонт, а пока еще дороги в Киров-Русской, а нашего разговора. Виталий Брамов, Багир Шарифов, Шамиль Бузиков, члены рабочей группы региональной по контролю за ремонтом дорожного полотна. Сейчас очень ярко Шамиль высказывался. Мы дадим возможность 3 минуты Шамилю высказаться. 211-101 номер телефона прямого эфира. У вас, слушатели, тоже есть возможность в эти 13 последних минут поучаствовать в нашем разговоре. Вы послушали разных экспертов. У нас здесь был представлен город, и правительство, и общественники, и истории были рассказаны. За 2 часа можно было оценить ситуацию. Какое у вас сложилось впечатление? Поделитесь с нами 211-101. Ой, прости, у меня такой практичный вопрос. Я хочу Виталия спросить. Виталий, вы же выкладывали памятнику для автомобилистов о том, как действовать. Если что-то там повреждила машина на дорогах, на ямах. Вот этот участок, кстати, Киров-Русского, насколько часто фигурирует в этих дорогах? Слушай, на самом деле у нас была инструкция, довольно широко была распространена по социальным сетям, по СМИ. Но лично обратной связи ко мне и в нашу группу дело дороги почему-то особо не поступило. Видимо, люди не готовы судиться, тратить время. Кто-то пробил колесо, там ущерб полторы-две тысячи рублей на его ремонт. Но не готовы люди тратить там два часа времени, чтобы подождать ГИБДД, потом идти в суд. Хотя мы предлагали своем содействии. Так, поскольку у нас остается буквально совсем ничего времени, давай выдаем по свои три минуты с половиной нашим спикерам, который находится сейчас в студии. Начнем с Шамиля Бузикова, который так активно в перерыве высказывался. Багир Багирович хотел как-то на позитив в конце вывести. Мы его оставим на точку. Шамиль, комментарий. Может, наверное, Багир Багировичу надо было на позитив-то. А я бы как бы закончил на такой грустной фразе бы вот это все. А мы сами выстроим эфир. Мы начинаем. То, что сейчас озвучил господин Шевелев, да? Да, ну то есть вы, в принципе, все услышали официальную позицию нашего Минтранса. И, наверное, все поняли. Да, действительно. Есть в ОДН пункт, точнее не пункт, а раздел 4.8. Визуальная оценка состояния дорожной одежды. Совершенно верно. Но также сказано о том, что есть диагностика конструктивных элементов. Ее никуда не делали. Это не является альтернативой. И диагностика, и визуальный осмотр. И то, и другое. Если мы прочитаем детально, чисто с юридической точки зрения, эти нормативно-правовые документы, то мы видим диагностика и осмотр. Там нет слова «или», там стоит «и». А диагностика хотя бы поясните. Диагностика – это инструментально. То есть мы выезжаем на какой-то участок дороги и при помощи технических средств определяем уровень, степень разрушения и все остальное. Замеряем, фиксируем. И на основании этого мы составляем грамотно, правильно техническое задание на устранение всех этих дефектов. Далее составляем смету под это техническое задание. И вот эту смету мы дальше согласуем. И под эту смету, собственно говоря, нам выдают федеральные деньги. Понимаете, если бы мы эту работу провели качественно в том году, в ноябре 2016 года, то мы не получили то, что мы сейчас получили в 2017 году. А все, последнее сейчас высказывание, Шамиль, а почему вы думаете инструментальные исследования не провели? А потому что мы традиционно… Нам поясняет правительство, что не было времени. Совершенно верно. Мы запрыгнули в уже движущийся уходящий вагон. А иначе могло быть? А? Естественно. Потому что, ну как у нас обычно бывает, об этой программе было известно заранее. Я так понимаю. А если бы не было известно, что не надо проводить мониторинг состояния дорог? В смысле? Не надо было проводить? Ну, не было бы этой федеральной программы. Разве не нужно каждый раз составлять… Конечно, нужно. В чем проблема? Конечно, нужно. Составлять саму спортизацию. Это должно быть. Правильно Виталий Викторович говорит о том, что нужна спортизация. А причина в чем? Потому что у нас нет денег на исследования? Нет, потому что все мы делаем в последний момент времени. В последний момент времени. Вот пояс твинулся, нам сказали, хорошо, будете участвовать в федеральной программе или нет? Но это в последний момент все-таки не в денег или некомпетентность, или саботаж, или что это такое? Ну, Багирич традиционно говорит, что саботаж, халатность и все остальное. А вы как думаете, Шеню? Там, я скажу, коррупция где-то, если саботаж халатности… А я считаю, это просто планирование своей работы. Вот и все. Ну, в таком случае это некомпетентность. Компетентный сотрудник должен правильно планировать? Понимаете, говорит, что некомпетентность… Или просто отсутствие денег, неоплаченные работы. Если бы некомпетентный был сотрудник, мы бы даже не сумели запрыгнуть в этот уходящий вагон. Все-таки есть компетентные люди у нас там ДДХ. Хорошо, следующий. Следующий, пожалуйста, Виталий Брам. Да, ну смотрите, хотелось бы пробежаться коротко, потому что мы выявлены проблемной точки. Отсутствие распределения дорог, то есть именно от этой точки все отходит. То есть нужно изучить объект, потом уже делать там дефекты ведомости, сметы, и все прочее. Второе. Отсутствие должным образом спланированного именно плана ремонта работ. То есть на следующий год какую-то срочную перспективу, среднесрочную перспективу, на дальнюю перспективу и все прочее. Большие вопросы к техническому заданию. То есть как оно формируется, почему там вылетают целые виды работы и так далее. То есть как нам Игорь Владимирович сказал, нужен комплексный подход. То есть дороги, улочки, тротуары, освещение, все прочее. Ну давайте мы хотя бы дорогу сделаем комплексно. Бордюры, например. Почему их нет? Ну как бы это же кошмар, это глупость натуральная. При выполнении работ, то есть мы замечали там недостатки. Где-то битом плохо пролили, где-то что-то еще. Ну это вот коротко и ясно. Второе. Момент. Многих там терзает вопрос. Делают ремонт москвичей, Киров русской, да, РПТ. Я весь прошлый год мы говорили нашей группе, что отсутствие конкурентной среды ведет к деградации всей отрасли. В этом году какая-то конкуренция появилась. Вопрос, какая ее качество и каким образом она была внедрена. То есть вопрос, почему на крупнейший лот не заявляется областное предприятие Когуб Вятавтодор, заходит на зуб подряды, у меня стоит четко к руководству Вятавтодора и к акционеру Вятавтодора, правительству Кировской области. Почему? Не было ли сговора вопрос? Ну вопрос сговора, то есть мне как бы трудно судить, мы не надзорные органы, но тем не менее вопрос стоит, почему Вятавтодор заходит на зуб подряд, а не идет напрямую. Причем в другом контракте он участвует, и ГДМС участвует. Вопрос третий, почему разбиты лоты опять на такие большие части? Почему 426 миллионов? Почему бы не разбить лоты на 250-150? Почему? Опять же, здесь масса вопросов, а какие-то подковерные игры я вижу на самом деле. Насколько верно, они посмотрим больше. Перед тем, как Багир Шарифов возьмет слово, все-таки мы должны, Володя, с тобой подвести итоги опроса на сайте хакерова.ру. А можно перед этим уточню? Ремонтируют москвичи, это не значит, что люди с московской профессией ремонтируют? Это значит, что работают, вот сейчас было сказано, РПТ делают ремонт сами. Но мы-то видим, что это техника кировская, рабочие кировские, с большим опытом в Афтодоре. Армянская диаспора, с уважением к ним отношусь, мы же видим этих всех людей, они здесь же живут, делают ремонт кировские. Да, нет там субподряда прямого, там есть арендованная техника, арендованные люди, по всей видимости. Ну, как бы вопросы открытые. То, что зашли москвичи, это хорошо, я считаю. То, что следующие годы могут зайти, там, Татарстанцы, кто-нибудь еще, это хорошо. То есть какая интересная штука, то есть кировские на проспекте строители хорошо кладут асфальт, а кировские же те же самые на соседней улице плохо. А вот вопрос, в чем проблема, может быть им денег не хватает, может быть там есть что-то еще, что мы не знаем. Так, итоги вопроса, подводим дороги в Кирове следующей весной, какими будут, 55 практически процентов на сайте Хакирова говорят, что ничего не изменится, 36 говорят, что лучше будут, чем сейчас, и хуже говорят, 9. 60 процентов ничего не изменится, на втором месте хуже, чем сейчас. И дальше нам Багир Шарифов обещал позитив в конце программы. Сколько у меня времени? Ой, больше всех, 5 минут. Если только слушатели не позвонят, 211 и сстанет. Я требую это лишнее время у него забрать. 211 и сстанет. У меня предложение следующее. Вот все самое хорошее скажу после, но вот относительно состояния организации, состояния дорог Кировской области, просто никогда ведь такого не случалось. Дайте помолчим одну минуту, это будет больше. Нет, слишком минуты много. Одну минуту помолчим. Это моя минута, что хочу ты делать, дайте помолчим. Нет, мне показалось, что мы минуту молчания хотим устроить. Хорошая идея, 3 секунды, помолчим. Я помолюсь. Поехали. Поехали дальше. Смотрите, Игорь Владимирович, если я не ошибаюсь, один из наиболее состоятельных губернаторов России, в принципе. Я не думаю, что у него есть нужда. Ты денег хочешь собрать? Нет, я говорю о том, что он, в принципе, способен организовать все эти процессы, состоятельно. Раз, поршни. Приехал сюда, молодой специалист привез сюда семью. Это показательно. Те какие-то посылы, которые происходят, я в них вижу, в том числе, позитивные моменты. Плохого много. Ну да, добро всегда побеждает, но зло присутствует, нужно понимать. Но, люди, вы, во-первых, верьте, а вера сильна делами. И, пожалуйста, помогайте. Верьте в нас, верьте в то, что все будет хорошо. Прям плеститься начал, Вагир Багирович. На самом деле, молитва, она помогает более всего, потому что, ну что мы смертные, как бы, и слабые, и порочные, и каростные люди. Что мы можем сделать против, так сказать, таких больших сил. Так вот, в этом и есть позитив. Нужно верить, нужно помогать, и тогда все будет у нас великолепно. Давайте все-таки о том, что завтра будет проходить, да? Встреча в городской администрации. Ну, мы уже сказали об этом, что будет встреча, время неизвестно. Будут все те же, кто был в субботу. Она точно будет? Встреча точно будет, время сейчас определяется. Я хочу вот что сказать. Спасибо нашим слушателям, что они комментируют наши новости на сайте ахакирова.ру и комментируют блоги, в том числе и блог «Делай дороги», который мы тоже выкладываем на своем сайте. И у меня такой вопрос, надо дань уважения просто слушателям отдать. Очень активно, последние несколько дней, под всеми новостями, связанные с дорожным ремонтом, пишут жители улицы Васильевской. Они прямо к губернатору Васильеву обращаются и просят отремонтировать всего 68 метров. Там целый год по центру улицы прорыто канава, не пройти, не проехать и так далее, и так далее. Вот буквально под каждой такой новостью есть их комментарии. Кто-нибудь знает, что за улица такая Васильевская? Ну, Яндекс нам в помощь. Ее, по-моему, раньше не было, да? Давай сейчас, давай сейчас будем. Нет, если там прокопана канава, значит, канаву эту копали кто? Кто-то прокопал. Нет. Краты? Нет, почему кроты-то? Коммунальщики. Все верно. Мы сейчас затравку даем на следующую программу. Нет, смотрите, 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 смотрите. Коммунальщики. Есть нормативы, есть ГОСТы, там, на состоянии дорог, все прочее. ГИБДД, сайт ГИБДД, открывайте это вот к жителям улицы Васильевской. Пишите заявление в ГИБДД на то, что у вас там нарушение дорожного полотна и все прочее. Они обязаны рассмотреть, обязаны выехать, заактировать и предписание в сторону администрации выдать. После этого в администрации, после того, как они получат предписание, 10 дней, чтобы исправить эти недочеты. Они могут их не исправить, но вот у вас будет документально подтвержденный факт, что было предписание, затем можно жаловаться прокуратуру. В борьбе обретете право свое. Жители Загария вышли на митинг. У них раздолбали всю дорогу, строительная техника. Они вышли на митинг, и они молодцы. Ну, нужно действовать по-разному. Нужно писать, говорить, общаться, не знаю. Что угодно делать, нужно добиваться своего. Жаловаться президенту. Жаловаться президенту. У нас звонил Владимир Маматов, и он в следующий раз, он будет говорить, не про кваса, а про дороги ему. Интернет мне выдал улицу Васильевскую в Катковы. То есть это победил эскитракт туда направления. Здесь действительно на карте очень небольшой отрезок этой улицы. Васильев, а Васильевская знает. К сожалению, не было в СМИ, но говорили ему, сделайте улицу имени своего, он сказал, конечно, сделаю. А, то есть Игорь Владимирович в курсе ситуации на улице Васильевской? Да. Интересно. Посмотрим, что будет происходить. Вы, слушатели и жители во улице Васильевской, пишите нам на сайт. Мы будем следить за вашей историей. Улицу Менькина тоже нужно делать. Посмотрим. Вы, кстати, когда на Киров-Русской еще раз собираетесь? Сегодня. Сегодня? Вот Менькин только что оттуда, а вы сразу после оттуда. Пишите, фиксируйте. Смену сдал. Мы как бы официально по радио об этом говорим, о том, что мы поедем. Поэтому, может быть, и не поедем. Что это значит? Ну, то, что к нашему приезду они готовились. А, нет, вы как-нибудь. Ну, конечно. Если люди, которые там будут проезжать и нас слушают, сделайте пару фотографий и видео, он, не знаю, может спросить рабочих, что они делают. Ну, как бы это работает. И высылать куда? Это очень сильно помогает. Группа ВКонтакте, самый простой способ, делай дороги, Киров может найти, прямо туда на стену шлить, а мы их отследим. Это очень сильно помогает. Вот Маматов звонит, то не проехать, то наоборот, давай дорогу. Я говорю, слушай, ты определись. Но, пожалуйста, организуйтесь там, ребята, по-русскому. И тогда вот эти вопросы там есть, нет, чебень и все остальное. На самом деле, я не знаю. Я бы все-таки какую-то горячую линию с одним телефоном организовала, чтобы и жалобы, и вот это вот не проехать. А то Андрей Менькин говорит, звоните мне. А телефон не дает. А телефон не дает. Да, ну и правильно, что не дает. У каждого есть мобила, взял, сфотографировал, записал, отправил и все. Делай дороги, группа ВКонтакте, группа в Фейсбуке, прямо на стену кидайте все, что вы видите. Спасибо. Спасибо. Спасибо, это был Урбан, тема «Дорога на русское». Благодарим Виталия Абрама, Багира Шарифа и Шамиля Бузикова, Светлана Занько и Владимир Сметанин. Прощаемся. Не прощаюсь, вернусь через 20 минут уже в особом мнении. Урбан – программа о городских проектах.